так на этот раз значит береза отпиливаем от нее ну примерно вот 10 сантиметров этого достаточно будет вот это дерево на этом дереве я буду сейчас ее колоть причем даже не нужно топора все можно сделать ножом без всяких растопок без воска без ватных дисков просто спички вот из такой толщины мы теперь нарубаем вот такие вот лучинки они внизу внутри дерева они сухие они очень хорошо горят с одной спички вам никогда не придется никакую бересту искать не надо будет таскать с собой какие-то горелки газ вы будете всегда разжигать костер имея всего одну спичку так нарубили вот этих лучинок они примерно должны быть в 2-3 раза больше чем спичка по толщине так теперь пошла основная часть вот из этих лучинок выбираем самые образцовые у нас ведь будет образцовый костер то есть вот это вот образцовая выбираем вот такие вот то есть они должны быть самые маленькие из тех которые мы сейчас нарубили чтобы спичка их легко могла разжечь но вот эту вот спичка скорее всего не разожгет поэтому убираем в бок стройненькая она примерно в 2-3 раза толще чем спичка спичка ее сможет разжечь как у нас получилось 1 2 3 вдоль и 2 поперек то есть 5 слоев на верх я укладываю вот эти вот большие лучинки нижний слой щепок их разожжет крупные обязательно потому что когда сгорят мелкие не будет топлива чтобы костру гореть дальше так вот здесь есть пространство куда можно поместить уже горящую спичку начинаем то есть спички никаких растопок ну и молим вселенную чтобы все-таки она разгорелась потому что видео о том как зажечь костер зимой с одной спички не получилось видимо я поспешил переделываю так в этой растопки прекрасно все но лучинки не достаточно тонкие чтобы спичка смогла их разжечь то есть я вот это все убираю это все ничего не получилось беру нож естественно все из-за того что на улице холодно если было бы лето лучинки бы эти разожглись в летнюю погоду и костер можно было бы разжечь но зимой как видите нужно немножко больше терпения нужно больше приложить сил чтобы разжечь костер я делаю лучинки теперь толщиной со спичку вот такая она должна быть аккуратненько я как спичка а теперь зацени как прекрасен нижний ряд вот теперь это все точно разгорится для второго ряда толщину лучинок не меняем оставляем ее той же то есть также тонко также аккуратно такие же миниатюрные как спички должны быть лучинки у спички не хватает энергии сейчас в мороз чтобы ее разжечь хотя сейчас мороз то всего лишь минус 5 если будет минус 20 тем более они должны быть тонкие друг другу они должны лежать плотно чтобы одна лучинка зажигала соседнюю лучинку и конечно же этот способ не является самым практичным практичный взять бересту взять бумагу взять какую-то растопку ватные диски пропитанные воском ну или парафином как там это делают но вдруг если в лесу остались вы с одними спичками ножом и пилой то никаким другим способом костер в лесу зимой не разжечь потому что вот это вот все вот это то что горит летом от спички она сейчас не горит ну что начинаем снова не снова с одной спички разжигаем костер зимой снизу есть место куда поместить спичку вот это место обязательно тоже нужно оставлять и вот эта растопка уже разгорится то есть чем холоднее на улице тем меньше должны быть лучинки они должны быть приближены к размеру спички так снова не разгорелось убираем все начинаем все заново то еще что может быть очень важно когда спичка горит самая горячая часть пламени от спички она примерно на этой высоте а лучинки вот здесь здесь не горячая часть пламени то есть нужно сделать так чтобы пламя спичка было ниже и лучинки попадали в самую горячую область пламени поднимаю я вот такими двумя брусочками и ничего не меняя я укладываю снова те же самые лучинки толщиной в спичку первый слой второй слой из таких же самых лучинок все что я сделал это поднял выше растопку теперь снова зажигаю спичку и теперь растопка разгорится потому что самая горячая область пламени она как раз поджигает лучинки спичка немного ниже опущена видимо нужно лучинки делать еще тоньше убираем все лучинки вот все что произошло спичка оставила копоть но лучинка не разожглась уровень на котором будет растопка я оставляю то есть вот эти вот два брусочка я оставляю но делаю тоньше сами лучинки раскалываю их еще вдвое третий слой третий слой уже поперек второго вот слышно как щепки шипят то есть они сырые они сырые плюс холодные поэтому спички их разжечь очень сложно но дело пошло щепочки разгораются так почему-то не разжигается так попробуем поменять древесину вот это ель сухая ель вот эта растопка была из березы вот это вот упавшая береза я ее спилил и из маленькой чурочки сделал щепочки рядом там лежит ель сухая ель сейчас я попробую лучинки сделать из сухой ели надо экспериментировать хочу сразу заметить смотри из ели какие получаются ровные лучинки смотри опа у березы таких не было толщиной допустим миллиметр вот я сейчас взял и она по всей длине идет толщиной миллиметр так а давай еще кое-что попробуем то есть я сейчас вот эти вот нарубил лучинки это ель и я не буду делать их тонкими как спичка я оставлю их вот такими то есть я выберу конечно же самые мелкие но мельтешить я не буду так как делал я это с березой все-таки если дело в древесине то растопка это должна загореться ну что пробуем это ель растопка из ели так но это еще не победа смотрим что будет дальше так лучинки да они естественно складываются ломаются вот это вот минус смогут ли они поджечь вот эти вот нижние ряды действительно ведь горит ей лучше чем береза и вот что происходит ладно все это понятно тут все не надо гореть и вот что происходит вот эти вот я сейчас уберу когда прогорает нижний ряд она складывается и больше огня для верхнего ряда она не дает я сейчас попробую сделать вот так вот под углом и не буду выкладывать в колодец а выложу просто вот так вот немножко под углом чтобы было пространство куда можно было бы поместить спичку вот я просто вот небрежно так вот положил кучей и пробую снова с одной спички не получилось моделируем ситуацию что у нас осталась одна полуживая спичка что-то здесь почему-то нет головки у нее ну и вот только такая растопка сможет спасти вам жизни в зимнем лесу короче ветер поднялся защита от ветра у нас сделано спичка и качественная растопка то есть такой растопкой я пользуюсь и она всегда выручает блин чего опять не разбирается я укладываю вот эти щепки прям вот так вот беру кучей так кучей беру и укладываю вот сюда ну так чтобы более-менее ровно вот так и уже на них укладываю вот так вот мелкие щепки и вот это вот пространство будет для спички нет это слишком сложно должен быть какой-то простой способ простой способ заключается вот в этом то есть сюда я укладываю вот такую вот брусочек вот такой все вот это будет правильный способ то есть а спичку я буду подносить с этой стороны нашу растопку все-таки дело в древесине или в чем вот это вот надо узнать то есть еще раз я раскладываю все колодцем и вот наша растопка готова есть пространство куда я помещаю спичку моделируем ситуацию что осталась одна спичка аккуратно разложенная растопка и легким движением я даже не буду спешить я поджигаю растопку сделанную из лучинок и тем самым разгорается растопка качественная растопка которая даст нам согреться просушиться приготовить еду на костре ничего сложного в общем то вся сложность только нарубить вот эти вот лучинки значит это занимает время силы но пока вы будете их рубить в принципе будете согреваться я понял лучинки должны быть еще тоньше их должно быть много и они должны быть тонкие продолжаем так для этого у меня есть достаточное количество вот таких вот небольших брусочков из которых я буду делать лучинки то есть лучинок должно быть вот такая гора чтобы они были способны зажечь более крупные деревьяхи в этом нет ничего сложного просто нужно потратить время нужно приложить усилие образцовые лучинки у меня готовы так ну что и начинаю я их укладывать вниз сначала идут самые красивые столько лучинок сделать но займет примерно минут пять-семь то есть это недолго так ну все и оставшиеся вот так вот уложить можно сверху все разжигаем так одна спичка от ветра укрытие есть камера камера пишет поехали ничего сложного вот она загорелась видно загорелась лучинка и она начнет сейчас растапливать остальные в итоге загорелись у нас лучинки которые сверху но ничего страшного мы просто сюда вот добавляем так но это уже ведь тонкие они должны были разгореться почему не горят вот как надо было сделать изначально то есть уложили здесь место есть для поджога лучинок и просто поджигаем лучинки спичкой тонкие лучинки хорошо разгораются лучинки лежат рядом поэтому они друг друга греют и воспламеняют в общем-то вот и весь способ подкладываем еще лучинки так они тухнут потому что скорее всего дует ветер попробуем вот таким способом то есть поджигать будем вот с этой стороны ну спичкой зажечь чтобы сюда влезла спичка и вот уже слышен треск лучинок видно что там они внутри горят и сейчас все разгорится так для чистоты эксперимента я беру совершенно новые лучинки делаю из их из брусочка снова ель вот чтобы не было такого что те лучинки уже допустим подогрелись и с ними проще возможно разжечь нет лучинки будут сновья те которые у вас получатся когда вы будете только-только готовить растопку я их делаю еще аккуратнее еще тут тоньше потому что нам сейчас нужно опытным путем определить какой толщины должна быть лучина для растопки в случае если ничего под рукой больше нет так ну что получилось вот такая вот кучка лучинок не будет никакой хитрости в укладке вот красивый брусочек и укладываю вот эти вот лучинки прям вот так вот последняя спичка лучинки мелкие примерно толщиной со спичку немножко ветер оттуда дует чувствую сейчас немножко под утихнет потому что защита от ветра не совсем идеальная так ну вот ветер утих поджигаем так как лучинки тонкие они загорятся очень быстро и вот так вот можно спичку туда положить прям основы что-то неправильно но я думаю это можно решить сейчас я уложу их как и укладывал до этого колодца и снова вот так вот вдоль так ну что пробуем вот так вот таким образом слышно шипение слышно шипение это от того что так потухла спичка вау но я уверен разжечь можно нужно просто какой-то другой способ нужно попробовать вообще разгорится ли от спички вот такая вот одна лучинка сможет ли она ну разгореться да то есть надо взять спичку зажечь и вот я поджигаю лучинку вот она слышно зашипела но она разгорелась то есть спичку тогда нужно держать на одном месте не водить вот так вот потому что тогда не успеет лучинка разгореться а именно держать на одном месте вот это скорее всего есть единственно правильное решение вот таким образом мне не нравится что она слишком низко давай сделаем повыше вот так вот вот так теперь мне нравится вот я держу на одном месте спичку никуда не увожу чтобы пламя разогрела лучинку и она разгорелась ничего не делаю лучинки должны друг друга сейчас согревать и поджигать и вся вот эта вот растопка должна разгореться сама по себе если все сделано правильно потом уже я буду подкладывать другие лучинки сейчас надо найти оптимальное положение лучинок растопки оптимальная оптимальную толщину самих лучинок самих щепок чтобы для того чтобы растопка это загорелась что-то невозможно Продолжение следует... Сейчас у меня возникает ощущение, что там мало кислорода для розжига. Вот если я подую, то по моим ощущениям все разгорится. Внутри мало кислорода, он выжигается огнем. Но нет, вот растопка разгорелась с одной спички. Сейчас, если уже подкладывать любые вот такие вот щепочки, любые лучинки из березы, из ели, можно потолще, то они уже начнут гореть. Потому что температура в этой области достаточно, чтобы запалить вот такие вот большие уже щепки. Ну что, теперь нужно проверить этот способ. Вот я отпилил еще один новый брусочек. Сейчас из него буду делать лучинки. Значит, вырубать его, их буду ножом вырезать. И то же самое, лучинки будут толщиной со спичкой, либо меньше. И таким же образом разложу вот эти вот щепочки и буду поджигать. Этот способ, если сработался, действительно он рабочий, то он сработает и второй раз. Так, и теперь каждую лучинку на более мелкую щепочку. Зачем такие нужны? Мы пришли к этому опытным путем. Потому что только такие разжигаются зимой, в мороз. Так, ну что, вот такого объема лучинок, я думаю, будет достаточно. Вот они. Хрустят, свеженькие. Дощечку. Уложу сюда свежесделанные лучинки. Что самое интересное, огонь, ведь когда спичка горит, он движется. И тем самым первоначальная лучинка, первоначальные, которые поджигала спичка, они уже перестают быть в области огня. В области огня становятся новые лучинки. То есть спичку надо двигать, чтобы огонь был всегда на одном месте. Вот он способ розжига огня зимой одной спичкой. Качественно сделанные лучинки. Вот здесь вот тоже они есть. В общем, больше ничего для этого и не нужно. Так, это какая-то была бракованная спичка. Вот эта вот спичка рабочая. И поехали. Держим огонь, стараемся на одном месте. То есть двигаем, продвигаем спичку. Ай-яй. Продвигаем спичку вглубь, чтобы огонь был постоянно на одном месте. Ну вот, лучинки загорелись. Сейчас они друг друга обогреют и будут друг друга поджигать. В это время я буду подкладывать более толстые лучинки. Сейчас я даже ничего трогать не буду. Я потому что сейчас уверен, что они разгорятся, разожгут друг друга без моей помощи. Да, и надо заметить, что горит вот эта вот часть. Горит вот эта часть, а внутри не горит. Но, как я и предполагал, внутри мало кислорода для того, чтобы они горели. Сейчас я попробую еще положить. Значит, уберу вот эти, которые сгорели. И я положу так, чтобы они не были так плотно друг к другу. Потому что, вот, скорее всего, из-за того, что они плотно, кислорода мало. И от этого они не горят. Раскладываю. А в середине оставлю место, чтобы прошла туда спичка. Чтобы можно было поджечь. Беру спичку. Все, не прерывая записи, буду делать. Вот, беру спичку и поджигаю. Держу спичку на одном уровне. Вот они загорелись. Теперь загораются верхние. Все, растопка готова. Какие-то секунды. И у нас все загорелось. То есть, правильно подобранная лучина толщиной со спичку. И теперь подкладываю еще лучинки поперек верхнего слоя. Вот он пошел густой дым. Это значит, что лучины горят. Это, я так понимаю, что выгорает смола. Так, лучины у нас все еще горят. Разогревают друг друга, поджигают друг друга. И ветер еще раздувает этот огонь, который внутри. И вот они загорелись снова. Кладу поперек. Кладу поперек. И уже сверху укладываю лучины, которые поболее. Укладываем все еще аккуратно. Потому что огонь еще слаб. Для того, чтобы можно было как-то смело как-то ворошить нашу растопку. Вот не хватает кислорода. Немножко подуем, наверное. Кислорода добавили. И растопка запылала огоньком. Так что можно использовать этот способ розжига костра с одной спички. Этот способ работает.